От снега и ветра никак не скрыться на остановке Дементьева. Конструкция сама не выдержала бурана, и теперь пассажиров общественного транспорта встречает рухнувший павильон. С остановкой, ну, я не знаю, надо что-то делать, ремонтировать, чтобы власти все это видели. Ремонтировать теперь придется и крытую велопарковку у энергоуниверситета, которую шквалистый ветер буквально обглодал. Благо покрытие обрушилось не на тротуар. Приходится принимать осторожности, конечно, никуда не денешься. Сегодняшний день можно принимать, как и всякие на бедствии. Надо к пониманиям относиться. От упавших дорожных знаков до сорванных крыш. В Кукмаре ветром снесло 40 квадратных метров кровли с родильного корпуса ЦРБ. Обошлось без пострадавших. А вот без массовых повреждений электросетей день не прошел. По данным МЧС, уже на 10 утра обесточены были часть жителей сразу 11 районов республики. Это Кайбецкий, Камско-Устинский, Зеленодольский, Высокогорский, Пестричинский, Арский и другие. Произошло отключение электроэнергии в 72 населенных пунктах с населением более 15 тысяч человек. На проблемные участки отправили 36 бригад рабочих и столько же единиц техники. Под руководством круглосуточного штаба сетевой компании к 4 часам дня аварии были ликвидированы во всех районах. Одно строго оставляем и дальше пишем сегодняшнее число. День разгула стихии объявили в казанских школах днем свободного посещения. В первом А за партами расселись по одному, в классе меньше половины учеников. Только 13 из 28 первоклашек родители решились привезти в школу. У нас дети в основном живут далеко, поэтому отсутствующие именно по этой причине. И если с учетом старшеклассников, две трети учеников все же сегодня на уроках, в детсаду практически индивидуальные занятия. Из 23 малышей в группе только шестеро. Из 140 детей сегодня пришли 60 детей, но все равно садик работает, все готовы принять. В половине районов республики сегодня также полностью отменили выезд школьных автобусов. Режим свободного посещения объявлен на сутки. Завтра школьников ждет обычный учебный день, который, по прогнозам синоптиков, уже не принесет погодных сюрпризов. Редактор субтитров А.Семкин